Я удивлена, что сегодня результат судебного заседания вылился в отложение слушания дела на недельку, как нам пояснил председательствующий судья, судья-докладчик. Я думала, что у них уже есть готовое решение сегодня. Пока надежда есть, надежда теплится, и мы видим, что суд старается, изучает материалы дела. Это видно по тем вопросам, которые они задают, и по тому качеству речи, которые мы слышим в судебном заседании. Я считаю, что в СМИ была запрещена съемка в связи с тем, что это какая-то такая устоявшаяся практика не только в нашем регионе, не только на Кубани, но и по моему опыту во многих регионах и во многих судах разных уровней. К сожалению, это скорее правило, чем исключение. К сожалению, не могу построить прогнозов только по одной причине. Меня крайне удивило определение Краснодарского краевого суда, которое оставило незаконное решение судьи Мордовиной, судья Первомайского районного суда города Краснодара в силе. Я полагаю, что такое решение не могло быть вынесено при наличии каких-то условий правосознания у судей. Такое ощущение, что не боятся ничего. Они понимают, что они неправы. Они понимают, что трябят девчонку, таскают по судам 5 лет. Это все время, в которое я работаю в этой организации. 5 лет. Если бы мы не пришли к ней на помощь, не хочу, конечно, давать нам каких-то лишних лавров, но все закончилось гораздо быстрее, потому что около 30 судебных заседаний. Вы просто представьте, какое количество денег она бы на это потратила. В данном случае ей вся юридическая помощь оказывается бесплатна. Вторая сторона не пошла сегодня на контакт со СМИ, потому что им просто стыдно. И они прекрасно понимают, в каком деле они замешаны, что они натворили и что они делают сейчас. Редактор субтитров А.Семкин